Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать вот такую платку интересную и код, который идёт вместе с ней. В предыдущем моём видео мы посмотрели и записали соответственно вот такой код. Плюс такой платы, что у неё не связаны отдельные части, выделенные на плате между собой, кроме как по питанию. Поэтому всё кидаем перемычками. Значит, давайте посмотрим теорию нынешнего урока. Так, переход. Значит, что у нас тут будет? Актив-базер. Значит, это пищалка активная. Мы все знаем, что активная пищалка просто пищит и не может играть мелодии, то есть выдавать ноты. Ну вот, во всяком случае, без каких-то ухищрений, которые мне пока неизвестны. Ну, давайте прочитаем. «Through this project you can learn how to use nano to make the active buzzer sound an alarm. After downloading the program and connecting the line, you will hear an alarm sound from the buzzer». Короче говоря, да? Мы с вами изучим, как использовать nano, чтобы создать активный звук тревоги. После загрузки программы и подсоединения пина необходимого, мы сможем услышать тревожный звук из-за вот пищалки этой. Если же мы звук не услышим, то надо проверить, а правильно ли мы своими руками все собрали. и тот ли пин мы подсоединили к микроконтроллеру. Ну, короче говоря, судя по картинке, нам раз, два, три, нам нужно будет раз, вот видите, у нас раз, и тут подсоединить базер нижний, да? Вот так вот. И здесь снять, вот так вот мы снимем этикеточку. Вот. А, давайте перекину я опять. Ну, собственно говоря, давайте мы загрузим, ну, или давайте код посмотрим. Я уже все перекинул, но без видео, да? Давайте посмотрим. Define Buzzer 3. Так, Define Active Buzzer Signal Enable Pin, In this third pin. Ну, что, определим активный базер, ну, активную пищалку, сигнал от активной пищалки, ну, приходящим на пин номер 3. Так, переведем. The function is initialized and the pin 3 is defined as output. Значит, функция setup который исполняется один раз. Вот у нас тут написано Put your setup code here to run once. Значит, что сюда мы, как правило, инициализационные всякие вещи вставляем, или которые всего лишь нужно один раз исполнить при запуске или при рессете программы. Ну, в, конечно, в счете при запуске или перезапуске. Так, pin mode, базер. Считайте, здесь тройку. Под базером мы понимаем тройку. Output. Pin mode это функция, которая определяет, каким будет данный пид. Выходом или входом. Вот большинство микроконтроллеров и вообще большинство устройств, которые программируются, так или иначе. Сейчас они звучат как GPIO. То есть General Pin Input Output. Так, наверное, это можно. То есть они могут быть и Input'ом, и Output'ом. Но они могут быть ими, к сожалению, одновременно. Поэтому нам при начале программы нужно их проинициализировать. Как они будут настроены на выход или на вход. То есть они будут выдавать сигнал или получать и определять, что это за сигнал. Аналоговый или цифровой и какой у него уровень. Так, дальше пошли. The main function allows the microcontroller to output high level of 500 миллисекунд and then low level. Ну, то есть это такая будет полицейская ну, просто включаться пиской и выключаться. Да, давайте посмотрим, как это сделано. Digital Ride Buzzer High ставит 5 вольт. Причём нагрузку у нас будет получать прямо с микроконтроллера. Уже про это говорилось. Вот на Плисе так категорически нельзя. На микроконтроллерах, потому что сейчас достаточно мощные порта сделаны, то можно. Но лучше, лучше. Всё равно, вот если вы увидите, что кто-то делает через... Так, а тут и сделано, кстати. Нет, тут сделано всё правильно через транзистор. Поэтому тут вот сделано классически, просто нет картинки. Здесь почему-то не нарисована картинка, как это было сделано. Увы. Так, ладненько. Давайте, сейчас я вот, если здесь можно будет увидеть, так, здесь вы мою мышку не видите, давайте я вот это сейчас тут вам... Так, как мы это сделаем? Наверное, вот так. Да, сейчас вам перенесу. Вот так вот это будет сделано. И вот, видите, вот он, транзистор стоит. Вот транзистор трёхножечный, трипод, или как его назвать? Кто у нас есть? Диод, триод. Вот, триод. Вот раз, два, три. То есть, мы с микроконтроллера подаём на базу, и с... там... смотря, какой... там, как он сделан, или... Ну, обычно, коллектор, да, на этой, ну, или эмиттер, да, нагрузку вешают в эмиттерную цепь. Всё, ну, давайте загружаем тогда мы эту нашу замечательную программу. Вот она у меня уже загружена, вот, 500 миллисекунд будет хайк, откроем базу, и он запищит, и 50 миллисекунд будет лоу, закроем базу, и он перестанет пищать. но в МПМ транзистор был бы наоборот. Так, смотрим. Ну, запищит, нет? То есть нам больше ничего не надо будет делать, только... О, да, давайте посмотрим, сейчас я... Сейчас я... Подождите, подождите, подождите. Сейчас я на два экранчика переход. Ну, вот, собственно говоря, аларм, противный писк, ну, и можно, да, там, где угодно включить это как под программку аларм, вот, скопировать то, что здесь нужно, и вставить, но назвать только не базер, ну, можно и базер, а под программой назвать аларм, например, да, где-нибудь мы это сделаем, в каком-нибудь будильнике, если за нас это кто-то не сделает. Давайте посмотрим, что в следующем будет так, только давайте мы это все отключим, эту бодягу, да, чтобы... А то слишком сильно пищит для меня. Пассив базер, пассив базер, он должен был быть на плате Ардуино, там этот Nano, чего-то там, вот, как он там называется, RGB Nano, у нас, к сожалению, обычная Nano, поэтому этой части у нас не будет, но, к сожалению, да, поэтому у нас будет Traffic Light, следующее. Traffic Light это светофор, по-насски, и баз, выше, мы сделали контроль эксперимент нам три проводочка понадобится, раз, два, три, будет гореть зеленый, желтый, красный, вот здесь мы, да, тридцать, четвертый, green, yellow light, red light, да, ну, и, соответственно, они будут по 500 миллисекунд, по полсекундочки, странно, green будет мигать, а, нет, это там будет полный, наверное, или там несколько кодов, что ли, будет, ладно, посмотрим на следующий раз, на этом все, вот так быстренько, еще одну часть мы прошли, на этом, будьте здоровы, живите богато, неожиданно,